Может быть, небольшую преамбула, почему возникла эта выставка. Меня все спрашивают, что какая-то юбилейная дата или какой-то повод. Но возникла эта выставка во многом благодаря тому, что мы живем в доме Ильи Семеновича Остраухова. И этот дом всегда при жизни хозяина был центром культурной жизни, местом встречи художников, поэтов, музыкантов, актеров. И мы считаем, что дом должен продолжать жить такой же жизнью. Поэтому нам особенно интересно и важно здесь устраивать выставки, в основе которых лежала бы идея синтеза искусств. И вот мы решили воплотить таким образом нашу идею, создав выставку о трёх журналах. О трёх журналах «Мир искусства», «Золотое руно» и «Аполлон», поскольку именно в основе этих журналов лежала идея этой самой синтетичности. Вообще надо сказать, что тоже вот сейчас был телеканал «Культура», они не понимали, почему выставка о журналах, а на стенах висят какие-то картины, какое это всё имеет отношение. Дело в том, что конец 19-го, начало 20-го века была уникальная эпоха, когда в Европе, а затем и в России, возникли художественные журналы, которые по своим функциям значению были гораздо больше, чем просто журналы. Они были организаторами культурной жизни, они устраивали художественные выставки, музыкальные вечера. Вечера современной музыки, который делал журнал «Мир искусства», они гремели. То же самое было позднее и с музыкальными вечерами, которые устраивал журнал «Аполлон», где выступали и Рахманинов, и Стравинский, и Прокофьев. Поэтому на нашей выставке вы можете увидеть вещи совершенно разные. Тот же Дягилев, который основал журнал и общество «Мир искусства», он же устраивал выставки. Ежегодно «Мир искусства» открывал новые выставки. И вообще создание журнала и общества «Мир искусства» решено было начать с создания выставки. И вот в 1898 году в Петербурге в музее Штиглица открылась эта выставка русских и финляндских художников. Вот вы видите необыкновенно красивую афишу, которую Дягилев заказал Сомова этой выставки. И, собственно говоря, именно эта выставка стала первым совместным выступлением мастеров «Мир искусства». Ну а дальше Дягилев приступает непосредственно к созданию самого журнала. Что он делает? Сначала он устраивает конкурс на обложку журнала. И вот у нас вы видите эскизы разных обложек к журналу «Мир искусства». Это обложка Лонцерея Елена Дмитриевна Поленовой, две обложки Марии Васильевны и Кунчиковой. Но конкурс выиграл Константин Коровин. И вот в 1898 году вышел первый номер журнала «Мир искусства», который поразил окружающих своей необычностью. В нем все было непривычно. И вот такая цвета охры обложка, и ее лаконизм, и эти две рыбки в левом углу. Все это удивляло и приковывало внимание. И одновременно с организацией журнала Дягилев начинает организацию выставок. В 1899 году прошла первая международная выставка журнала «Мир искусства», а затем каждый год открывались выставки в Петербурге. Один раз в 1902 году открылась выставка в Москве «Мир искусства», правда уже без иностранных участников. И вот те вещи, которые вы видите на этой стене, это вещи не просто художников круга «Мир искусства», это не просто произведения авторов, сотрудников. Это вещи, которые экспонировались на выставках «Мир искусства» и которые публиковались в этом журнале, воспроизводились. Ну а что из себя представляла художественная редакция? Конечно, главный помощник Дягилева, в смысле художественного, был Лев Бакст. Он работал как каторжный с утра до ночи. Вот здесь вы видите у нас фотографию Бакст, обложку в его исполнении, его чудный рисунок. Кстати, очень любопытный экспонат. Я думаю, никто не видел никогда, как выглядели каталоги выставок журнала «Мир искусства». Вы посмотрите, какие изящные, но крохотные маленькие книжечки. А это интерьер выставки «Мир искусства», который тоже поражал воображение, потому что до Дягилева с таким изяществом, с таким вкусом выставки никогда не устраивались. «Мир искусства» знакомил читателей не только с современным искусством, современной литературой, современной музыкой, но и большая заслуга «Мир искусства» заключалась в том, что, например, большое внимание на страницах журнала отводилось так называемому русскому стилю, русским ремеслам. И широкое отражение нашло, например, работы Головина, Врубеля, Елены Дмитриевны Поленовой, Марии Васильевны Якунчиковой. Вот перед вами чудная морская царевна Врубеля, сделанная в Абрамцево. Кстати, я забыла сказать самое главное. На какие деньги издавался журнал? Дело в том, что изначально «Мир искусства» финансовое обеспечение журнала взяла на себя княгиня Мария Клавдиевна Тенишева и Савва Иванович Мамонтов. Но затем, через некоторое время, по целому комплексу причин, княгиня Тенишева отказалась от финансовой помощи, а Савва Иванович Мамонтов, как вы знаете, разорился, был посажен в тюрьму на какое-то время и так далее. И журнал оказался совершенно в катастрофической ситуации. И вот в этой сложной ситуации, конечно, была помощь каких-то отдельных лиц, но на протяжении полугода и впоследствии журналу помогали выжать дотации, которые делал хозяин нашего дома Илья Семёнович Остроухов, Александра Павловна Боткина, внучка Павла Михайловича Третьякова, её муж Сергей Сергеевич Боткин. Вот вы видите тоже их изображение. И вот эта копия чудесного рисунка из Государственной Третьяковской галереи, на которой Дягилев изображён с Остроуховым в этом доме. Это рисунок Серова, называется «В четыре руки». Они в четыре руки играют на фортепиано. Именно в этой комнате, потому что здесь располагался рояль, и здесь проходили вечера, и вообще такое просто дружеское музицирование. Наверное, в этом зале я ещё коротко скажу о том, кто входил в редакцию мира искусства. Костяк редакции составляли... Ну, о Баксте я уже сказала, о Сомове говорила, но правой рукой Дягилева был Дмитрий Владимирович Философов. Он осуществлял связь между художниками и писателями по своим увлечениям. Ему ближе была литература, нежели изящное искусство, поэтому литературная составляющая журнала была целиком на нём. Именно он привёл в журнал своих друзей писателей, философов, поэтов, Мережковского, Гиппиус, Волынского, Минского, Розного. И на страницах мира искусства публиковались их произведения. Например, начиная с 1900 года из номера в номер печатался знаменитый трактат Мережковского «Лев Толстой и Достоевский». Это Вальтер Нувель, помощник Дягилева по музыкальной части. Это человек, который был рядом с ним на протяжении всей его жизни до последних дней. Вот этот чудесный портрет Нувеля работы Бакста из Государственного русского музея приехал к нам. Ну и что ещё хотелось бы сказать мимоходом в этом зале? О том, что мир искусникам обязаны очень многим. Их достижения в области истанковой графики, и вообще книжной графики велики. Но также велики их достижения в области театрального искусства, театральных декораций. Вот вы видите декорации Константина Коровина к Дон Кихоту. Или же Александра Бенуа к гибели богов. И ещё одна важная тема, то, чем мы обязаны им, и прежде всего Александру Николаевичу Бенуа, это так называемый живописный Петербург. Именно мир искусники открыли красоту Петербурга. Тот Петербург, который их предшественникам оказался казённым, скучным, мрачным. Они увидели и сумели показать именно его необыкновенную красоту и привлекательность. И здесь вы видите чудесные литографии, лансерек, силографии, остроумовая, лебедевая и так далее. Ну и вот любопытная тоже очень работа. Василий Дмитриевич Поленов, в общем-то, не совсем принадлежал к кругу мира искусства, но на первой выставке мира искусства были выставлены его мозаики из речных камней. И вот одна из таких мозаик сохранилась, и к нам она приехала из музея Поленова. Она оказалась неподъёмной, килограмм сорок весит, потому что это камни. Мы долго ломали голову, как её повесить на наши стены, но, тем не менее, удалось. Вот тоже такая необычная вещь. Ну и, конечно, невозможно оторвать глаз от этой дамы Сомова, дамы у пруда из Третьяковской галереи. Вы знаете, я забыла в самом начале сказать, наверное, об очень важном, о художественном оформлении этой выставки. Эту выставку делал художник из Санкт-Петербурга Юрий Александрович Сучков. И идея, которая у нас с ним родилась сразу же, буквально во время первого общения, это образ раковины, именно жемчужной раковины, причём это произошло ещё до выставки в Рубеле, в Третьяковской галереи, где был целый залп, посвящённый даже жемчужине. Просто во время разговора мы говорили о том, что, с одной стороны, хочется показать вот эту необыкновенную красоту, и образ раковины характерен для модерна, а с другой стороны, вот в эту красоту они спрятались от окружающей жизни, отгородили себя как бы, спрятались в ракушку. Чем это кончилось, к сожалению, чем хорошим не кончилось, но тем не менее это так. И нам тоже сейчас, в общем, этой выставкой отчасти захотелось спрятаться вот в эту ракушку от всего того, что происходит вокруг. И просто приобщиться к этой необыкновенной красоте, то, что подарили нам мастера и мира искусства, и голубой розы, и бубнового лета, и так далее. Ну, здесь мы начинаем тему «Золотого руна», журнал, который издавал Николай Павлович Рембушинский. Он же был и меценатом, спонсором своего журнала, он был одним из 13 сыновей миллиардера Павла Михайловича Рембушинского. Он был самым непутёвым в семье, хотя, в общем, очень многие члены этой семьи оставили колоссальные следы и в русской культуре, и в русской науке. Но Николаша, его в семье так и звали, беспутные Николаши, уже в 23 года после смерти родителя он получил полмиллиона и за три месяца половину спустил. После этого братья над ним учредили опеку. Тогда что он сделал? Он не мог свободно распоряжаться собственными средствами, и он поехал путешествовать. Сначала он побывал на Майорке, в Новой Гвинеи, в Японии, в Китае, в Гонконге. И вернулся с идеей создать свой художественно-литературный журнал. И вот он создаёт журнал «Золотое руно». Я хочу обратить ваше внимание, вообще материалов Рембушинского мало в нашей стране, и мало кто его видел. Вот у нас совершенно уникальный экспонат. Это семейный альбом Рембушинских из дома русского зарубежья. К ним попал часть Парижского архива Рембушинского. Вот так выглядел этот молодой, шалый, необыкновенно азартный и одарённый, несомненно, человек. Вообще никакого художественного и вообще систематического образования он не получил. Но в нём была, видимо, большая природная одарённость. Он много занимался самообразованием. И, в общем-то, небезуспешно он был художником. И его картины экспонировались на выставке «Голубая роза». Ну вот у нас представлен рисунок из журнала «Золотое руно». Это работа Николая Рембушинского. Он автор повести «Исповедь», которая вышла тоже в издательстве «Золотое руно». Таким образом, вообще его роль всегда пытались преуменьшить. Мы знаем очень скептические высказывания о нём многих литераторов. Его воспринимали как такой кошелёк журнала. И возмущались тем, что он ещё и хотел быть редактором. Но на самом деле, надо сказать, что Рембушинский при всех своих, конечно, фокусах, тем не менее, был не только мошной, он был ещё и душой, и сердцем журнала, созданного им. И за четыре года существования журнала было сделано очень и очень много. Но просто некоторые достижения журнала. Была создана великолепная галерея портретов сотрудников «Золотого руна». Это лучшие художники того времени писали портреты писателей, художников, режиссёров. В основном галереи «Золотого руна» эти вещи хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Но у нас в музее, тем не менее, есть три великолепных портрета. Это портрет Алексея Ремезова работы Кустодиева, портрет Андрея Белого работы Бакста, и портрет Леонида Андреева Валентина Серова. Вон там из этой же серии «Маленький мирхольд» работы Ульянова. Это рисунок из собрания Российского государственного архива литературы и искусства. Другое достижение Рябушинского. Он на свои деньги спонсировал и устраивал великолепные выставки. Первой выставкой была выставка «Голубая роза». Вообще круг художников «Голубой розы» – это был круг и журнала «Золотого руна». И вот вы видите эти чудные работы, которые были на выставке, которые отражают эстетику этого объединения. Что такое «Голубая роза»? Это то, чего не бывает на свете. Вот эта зыбкость, этот символизм, эта утонченность – это все характерно для произведений «Голубой розы». Журнал был беспрецедентно роскошным. Такого второго, наверное, не было. Вот вы видите рекламный плакат журнала «Золотой руно». Журнал издавался крупного формата, почти что квадрат. Текст печатался золотыми буквами на двух языках – на русском и на французском. Сверху вы видите название «Золотое руно», внизу «Ля туазон дор» – название на французском языке. Ну и, может быть, самое важное достижение Рябушинского – это создание выставок «Золотого руна». Но об этом уже в следующем зале. Выставка «Голубая роза» проходила в 1907 году, и она была потрясением для москвичей. А в 1908 году Рябушинский ошарашил московскую публику новой выставкой – выставкой «Салон Золотое руно». Вот обратите внимание, этот уникальный, думаю, что в единственном экземпляре сохранившийся плакат «Салона Золотого руна». Он из собрания Третьяковской галереи. Выставка проходила на углу Рождественки в доме Хлудовых, и на ней было представлено около 200 полотен французских художников. Все они были привезены из Парижа. Это были импрессионисты, постимпрессионисты, фависты, кубисты. То есть он привез не только импрессионистов, но и французский авангард. И это было совершенно невероятно. Подобных выставок не было никогда и нигде в мире до него. И, конечно же, это оказало большое влияние на русских художников. Мы можем убедиться. Вы посмотрите, работа Петрова Водкина, которая экспонировалась на второй выставке «Золотого руна» в 1909 году. Ведь это же чистый Тулус-Латрек. Совершенно великолепный, потрясающий. Но догадаться, что это Петров Водкин, просто нереально. Единственный недостаток первой выставки «Салон золотого руна» заключался в том, что Рябушинский часть залов отвел под французских художников, а часть под русских. Русские художники, их было представлено немного, не самой удачной работой, и они очень сильно проигрывали на фоне французов. Но, тем не менее, французское искусство, конечно, оглушило. Среди работ, которые были представлены на той выставке, это знаменитое ночное кафе Ван Гога, которое потом, к сожалению, ушло из России. Это экспонируемая у нас, это, наверное, самая ценная работа на нашей выставке. Это Кеса Ван Донген, «Дама в чёрной перчатке». Потрясающая вещь вообще, Кеса Ван Донгена в России почти что нет. Я знаю одну работу в Пушкинском музее, одну работу в Эрмитаже. Это то, что было куплено именно с этих выставок. И эту работу, почему она оказалась в России, большая часть работы вернулась во Францию. Дело в том, что Сергей Иванович Щукин русское искусство не собирал вовсе, а французов предпочитал покупать в Париже. Но вот эту вещь купил Сергей Поляков, знаменитый меценат, издатель журнала «Весы», владелец издательства «Скорпион». И таким образом она осталась в России. Вторая выставка «Золотого руна», которая состоялась в 1909 году, на ней французов уже было меньше. Зато здесь очень мощно были представлены русские художники. Сильные, необычные работы выставили мастера «Голубой розы». Но главное, фурор произвели произведения Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, а также работы Фалька, Петрова-Водкина. Именно они прогремели на этой выставке. Ну и последняя выставка состоялась на рубеже 1909 и начале 1910 года. К тому времени у Рябушинского, который, как я вам говорила, вел очень широкий образ жизни, отдельная тема – это пиры, которые он устраивал, и на своей вилле «Черный лебедь», и в Кучино, и в ресторане «Метрополь». Это отдельная тема, даже воспоминания его ближайшего друга, художника Игоря Виноградова, называется «О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах». Вот эти московские пиры – это была совершенно необъемлемая часть жизни Николая Рябушинского и, соответственно, редакция журнала «Золотую руно». Ну, естественно, при таком образе жизни деньги рано или поздно должны были закончиться. И к 1910 году журнал прекратил свое существование. Наконец, последний модернистский журнал – это журнал «Аполлон», который возник осенью 1909 года. Дело в том, что «Золотую руно» и журнал «Весы» к этому времени уже почти прекратили существование свое. И тут возникает журнал «Аполлон». Его создателем был Сергей Константинович Маковский, известный художественный критик. Критик, ну, в общем, можно сказать, такого же высокого уровня, как и Александр Бенуа. И также происходивший из художественной семьи, потому что его отец был знаменитый живописец Константин Егорович Маковский, а родной дядя Владимир Егорович Маковский – крупнейший деятель Товарищества передвижных художественных выставок. И вот на выставке «Салон» в Петербурге в 1909 году Маковский знакомится с молодым поэтом Николаем Гумилёвым, приехавшим незадолго до этого из Парижа. И у них рождается идея создать новый художественно-литературный журнал. Вернее, в отличие от «Золотого руна» и «Мира искусства», это скорее не художественно-литературный, а литературно-художественный журнал, потому что у истоков его, как писал Маковский, стояли прежде всего поэты. Вот цитата из Маковского. Он пишет, что «Аполлон главное внимание сосредоточил на поэзии. Его родоначальниками являлись не столько живописцы, сколько поэты-новаторы. Лишь благодаря им и мог журнал обрести свой лик». Так же, как и Дягилев, так же, как и Рябушинский, Маковский решил создать галерею портретов сотрудника журнала «Аполлон». С этим предложением он обращался к нескольким художникам, и к Бенуа, и к Добужинскому, но почему-то дело не сладилось. И вот он предлагает создать галерею портретов молодой художницы Надежде Войтинской. Она делает автолитографии молниеносные буквально за несколько сеансов, очень выразительные и очень живые. Вот вы видите серию портретов, которые она создала в это время. Но на страницах журнала появился лишь один портрет. Это портрет Гумилёва. Дальше что-то произошло. Произошла ссора между Маковским и Гумилёвым. Ссора, как всюду уклончиво сказано, на почве художественных разногласий. Меня очень волновало, в чём заключались эти художественные разногласия. И, честно говоря, я узнала. И вы тоже можете узнать, если купите каталог нашего, да, выставки. Каталог роскошный. Он включает в себя материалов в три раза больше, чем на выставке. И там есть изумительно интересная, абсолютно новаторская статья исследователя Алексея Наумова, которая высказывает гипотезы. Но гипотезы, с моей точки зрения, абсолютно верные. Собственно говоря, почему это произошло? Но это нужно читать, разглядывать, вникать в его аргументы. Но что ещё интересное в его статье? У нас в собрании есть вот этот портрет неизвестный. Он так и идёт. Портрет неизвестный, тоже работа Войтинской. По своей стилистике он абсолютно примыкает ко всей этой серии. Но кто эта таинственная незнакомка, непонятно. И вот Алексей Наумов в своей статье, по-моему, очень убедительно доказывает, что это воображаемый портрет Чарубина де Габриак. Ну, а история Чарубины де Габриак, потрясшая Аполлон, я не буду вам её пересказывать, она хорошо известна. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, как публиковались стихи Чарубины де Габриак. Ну, вот, во-первых, реальный образ Елизаветы Ивановны Дмитриевой и её воображаемый портрет, потому что ведь до поры до времени её никто не видел. Слышал ли только её удивительный голос? Она звонила по телефону. Уже во втором номере вышли, во втором номере Аполлона за 1909 год вышли стихи Чарубины де Габриак, и впоследствии и Анна Ахматова, и Николай Пунин, и многие другие винили и Маковского, и Волошина в том, что они отодвинули публикацию Иннокентия Анинского и вставили стихи Чарубины де Габриак, в которую вся редакция была заочно влюблена. А Анинский, как вы знаете, вскоре умер на пороге Царскосельского вокзала, и они считали, что вот эти переживания, связанные с тем, что отодвинули его публикации, могли повлиять и на его такую неожиданную смерть. Но это, конечно, догадки, не более того. А вот в 1910 году стихи Чарубина де Габриак вышли вот в таком необыкновенно красивом, торжественном оформлении, сделанном Евгением Лансере. Ну и, конечно же, говоря об Аполлоне, прежде всего мы говорим о том, что Аполлон подвёл итог как бы всему предшествующему развитию символизма, но главное, в недрах этого журнала родилось совершенно новое направление – акмеизм. И его родоначальниками был, конечно, Николай Гумилёв, Сергей Городецкий, до этого отчасти Михаил Кузьмин, потому что в 1910 году в журнале Аполлон появилась его статья «О прекрасной ясности», вот она перед вами, и всё это привело к возникновению нового литературного направления. К сожалению, здесь очень мало места, и мы смогли показать лишь малую часть того, что хотели показать в витринах, зато здесь очень богатые стены. Вообще, сотрудник журнала «Аполлон», немецкий поэт Иоганнес фон Гюнтер вспоминал, что днём мы спорили в стенах редакции «Аполлона», а вечером наши споры, беседы, они перемещались в бродячую собаку. И именно бродячая собака – это место, где родились многие измы, как он пишет. Ну вот перед вами такой забавный шарж Радакова на литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», а рядом это изображение литературно-артистического кабаре «Привал комедиантов», которое возникло вместо бродячей собаки. Дело в том, что в 1915 году, когда началась Первая мировая война, бродячая собака была закрыта, но было открыто новое литературное кафе. И вот эта работа называется «Литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов» в 1916 году». И стоит авторство С. Поляков, она подписана. Но кто кроется за этим именем С. Поляков, мы так до сих пор и не узнали. Мы обращались ко многим исследователям, они не знают, но работа совершенно удивительная. Скорее всего, она, конечно, была сделана позднее, в 1920-е годы, по воспоминаниям ненатурные, по каким-то шаржам, фотографиям. Понятно, что Ахматова легко узнается и по альтмановскому портрету, и по альтмановским шаржам. На сцене стоит Осип Мандельштам, читает свои стихи, задрав голову в своей привычной позе. К сожалению, расшифровать нам удалось человек 16, не больше, но тем не менее, вот просто сходу. Ну, Ахматова, Гумилёв, это Натан Альтман, Константин Вальмонт, Артур Лурье, Ольга Глебова-Судейкина, рядом Георгий Иванов, Тэйфи, рядом с ней Сологуб, но еще целый ряд людей можете посмотреть, быть может, вы кого-то узнаете. Ну, на сцене стоит Осип Мандельштам, а рядом вы видите потрясающий портрет Мандельштама, работы Петра Васильевича Митурича, который публиковался тоже в журнале «Аполлон». Он сопровождал статью Николая Пунина «Рисунки нескольких молодых». И вот одним из этих молодых и необыкновенно талантливых был как раз Митурич. Здесь мы продолжаем тему нашего журнала «Аполлон» и рассказываем о том, что происходило уже в годы Первой мировой войны и в годы революции. Любопытно, что Маковский писал, что журнал «Аполлон», хотя всегда был далек от политики, но в годы Первой мировой войны патриотические настроения захлестнули и сотрудников журнала «Аполлон». И вот у нас вы видите замечательный шарж. Это вещь из собрания нашего музея, автор Михаил Леданчу. Называется «Поход Игоря Северянина на Берлин», где изображены все наши писатели, поэты. Шарж, высмеивающий вот этот ура-патриотический угар, в котором оказалась Россия в 1914 году. Но несмотря на то, что военные стихи писали почти, что все добровольцами на фронт ушли, но не так уж много народу. Вот среди тех, кто ушел воевать, был Бенедикт Лившиц. И вы видите знаменитую фотографию, на которой сняты Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Аненков. Они провожают Аненкова на фронт. Ну, а рядом другая знаменитая фотография, сделанная в 1915 году в Царском селе. Николай Гумилев, который ушел добровольцем в первые же месяцы войны, получил отпуск по болезни, приехал в Петербург. И в свой день рождения приехал к сыну в Царское село. И вот тогда была сделана эта замечательная фотография. Ну, а рядом сборники стихов. Стихи печатались в Аполлоне, но просто не было места раскрывать журнал. Поэтому мы показали сборники, в которые вошли их военные стихи. Это сборник колчан. Ну, интересно, этот сборник посвящен Тамаре Платоновне Корсавиной. И здесь такой замечательный автограф. Тамаре Платоновне Корсавиной, царица поэтов. Весь день томясят непонятные жажды и облаков, слидя крылатый рой. Я думаю, Корсавина однажды, как облако, плясала предо мной. 28 мая 1916 года Николай Гумилёв. Ну, а рядом фотография Блок, которого в 1916 году призвали тоже. Он был зачислен табельщиком 13-й инженерно-строительной дружины. И пробыл 7 месяцев на фронте, а после февральской революции быстренько вернулся в Петроград. Блок всегда, в отличие от большинства, Блок никогда не был захвачен вот этим ура-патриотическим угаром. К войне он всегда относился резко отрицательно. Она не вызывала в нём вот этого подъёма эмоций. И в годы войны Маковский обратился к Блоку с просьбой дать какие-нибудь стихи о родине для журнала «Аполлон». Надо сказать, что Блок сотрудничал в «Аполлоне» с первого и до последнего года издания. Хотя отношения с Маковским были не совсем простые. Тогда Блок сказал ему, «Хорошо, я дам вам лучшее, то, что я не решался дать в другие журналы». И дал своё знаменитое стихотворение. Вот оно перед вами. «Рождённые в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети, страшных лет России Забыть не в силах ничего». Ну и так далее. Это стихотворение, посвящённое Зинаиде Гиппиус, которое она считала вообще лучшим из всего, что написал Александр Блок. Ну и дальше начинается Февральская революция. Вот у нас очень любопытный экземпляр журнала «Аполлон» за 1917 год. Это первый номер. Чьей-то рукой неизвестного лица здесь написано, вышла в конце февраля, после революции, номер один. Надо сказать, что Сергей Маковский, в отличие от большинства российской интеллигенции, не был охвачен тем подъёмом и теми радужными ожиданиями, которые многие связывали с Февральской революцией. Он сразу почувствовал, что ничем хорошим всё это кончиться не может. Что он сделал? Он прихватил свой архив, свои вещички, и уже в апреле 1917 года уехал в Крым, понимая, что он уезжает, если не навсегда, то надолго. Его уговаривал и Михаил Лозинский, и меценат журнала Михаила Константиновича Ушков. Они уговаривали его всё-таки продолжать издавать журнал. И какое-то время журнал ещё существовал. Более того, в нём появлялись статьи того же Маковского. Вот, например, в номере 2-3 появилась очень важная его статья, своеобразный манифест. Она называется «Министерство искусств». Дело в том, что после Февральской революции многие представители интеллигенции призывали к тому, что необходимо организовать министерство искусств, ну, что-то типа нашего министерства культуры, которая бы регулировала культуру, чтобы не было этой анархии, боролась безвкусица и так далее. Вот Маковский сразу же и резко категорически выступил против этого, написав о том, что регламентировать культуру, вводить её в какие-то рамки категорически нельзя. Ну, такова была его позиция. И здесь вы, наверное, обратили внимание, как меняется цвет стен на нашей выставке. То нежно-фиолетовый, то светло-голубой, то серо-жемчужный. И к концу, к 1917 году, ведь это, поскольку в основе образного решения лежит образ раковины, а раковина – это живое существо, она проходит тоже свой некий жизненный цикл. Вот так и жизнь этих журналов, так и этот необыкновенный культурный ренессанс прошёл от своего возникновения, подъёма. И дальше вот эта уже жемчужно-кровавая лава всё смела со своего пути. Ну, и вы знаете, что большая часть художников, писателей оказалась в эмиграции, кто-то остался здесь. Ну, во всяком случае, все меценаты, все редакторы, издатели, они все оказались за рубежом. Правда, Дягилев там был, начиная с 1906 года, но тем не менее. Вот. И, ну, пожалуй, вот вкратце то, что я вам хотела сказать. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok